Текущая ситуация в Десногорске отмечена непростой эпидемиологической обстановкой. Рост числа заболевших ОРВИ фиксируется как в целом по области, так и по Десногорску. При этом диагноз грипп лабораторными исследованиями пока не подтвержден. Тем не менее, ограничения в связи с карантином действуют до 14 февраля. Продолжается ограничение по культурно-массовым спортивным мероприятиям. Пока что отменяется занятие в общеобразовательных учреждениях, введена режим повышенной готовности в дошкольных образовательных учреждениях. Отдельное внимание горожан просят уделить звонкам с неизвестных номеров. Мошенники под видом сотрудников в большинстве случаев банков выведывают личные данные десногорцев, что приводит к пропаже денег с их личных банковских счетов. Мошенники действовали, чтобы не переводили денежные средства, обращались в банк. Не нужно никаких операций производить. На переменчивые погодные условия реагируют коммунальные службы. Уборка города проходит в штатном режиме, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Городские мероприятия отмечены проведением конкурсов для организаций, работающих в Десногорске. Им предлагается побороться за звание лучшей уполномоченной по охране труда и лучшее состояние условий охраны труда. Справки можно получить по телефону 712-33, отдел социальной защиты населения в городе Десногорске, в начале уже предназначено. 12 февраля важное событие ожидает девятиклассников. 260 молодых людей пройдут итоговое собеседование по русскому языку. Которое является допуском государственной итоговой аттестации. Итоговое собеседование проводится индивидуально с каждым участником. Время проведения составляет 15 минут. И результатом итогового собеседования является зачет-незачет. Культурные события отмечены проведением Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Мероприятие пройдет 15 февраля в Центре культуры и молодежной политики, где будет показан художественный фильм «Солдатик». Вход свободный. Также 15 февраля мы приглашаем жителей принять участие в программе мероприятий, посвященных Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 10.30 состоится панихида в храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. В 11.00 состоится торжественное возложение к памятнику ветеранам боевых действий и участникам локальных войн на Кургане Славы. В 11.30 возложение цветов и венков на могилы погибшихся воинов. Десногорское кладбище. Кроме этого, наградой отмечено участие десногорских спортсменов в первенстве по мини-футболу. Мероприятие проходило 8 февраля в Смоленске. Десногорская команда «САЭС Автомобилист» заняла почетное второе место. Капитан команды Александр Островко. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Еропеев, Десна ТВ.